Здравствуйте, уважаемые друзья! Начнем очередную серию фильмов. Вяжем первую мушку. Перед вами фильм Владимира Сапиги. Если вы смотрите его на канале Мушки из подушки, а не на канале Мушки в Флайфиш, значит вы смотрите в оригинале. Давайте продолжим. Я взял крючок граб-шримп. Здесь в принципе-то можно изготавливать на любом крючке, но я ее вижу так и изготавливать буду для своей непосредственной рыбалки. Мушка, нельзя ее было обойти нам. Это Голд Хэт Пупа. То есть златоглавая нимфа. Вариантов изготовления очень много. Но я хочу вам предложить, на мой взгляд, достаточно простой и отчасти из тех материалов, которые почти всегда у нас остаются. Единственным это только лишь нам остается найти вот такую вольфрамовую, медную, латунную, любую бусинку. Если нет, друзья мои, поставьте пластмассовый шарик и огрузите вот так, как я огрузил свинцом. Я эту нимфу изготавливаю для поимки рыбы на большой глубине до 4 метров. Поэтому я вынужден ее огрузить дополнительно еще вот так. Как вы видите, я слегка прокатал свинец и добавил капельку клея. И теперь я задвигаю в бусинку свой свинец. Для того, чтобы более ровный был у меня край, можно взять утконосы, плоскогубцы, любой, допустим, инструмент, который у нас имеется, или же боковой гранью ножниц. И желательно вот все вот эти нам неровности, которые при примыкании, сгладить. Чтобы был вот такой мягенький у нас переход. И теперь в процессе изготовления я вам буду рассказывать, чем можно заменить и какие можно использовать другие материалы. Можно медной проволокой. То есть мы уже рассматривали. Нам понадобится нитка. Нить я использую толщиной 0,05 серого цвета. Как ее извлечь, я вам уже показывал, если вы не можете приобрести такую в магазине. Это ровница. И аккуратненько проматываю до начала загиба, так, чтобы у меня еще не было нагромождения материала. Из чего можно изготавливать? Тело можно изготавливать, как я вам уже неоднократно показывал, из вот таких наборов. Они бывают разные. Это заменитель, будем говорить так, для тела, который изготавливает промышленно, для вязальщиков и другие фирмы. Можно использовать вот такой материал, который продается для поделок. Но мы рассмотрим сейчас тот вариант, который приемлем нам дома. И если имеются кое-какие материалы, я вам сказал, чем уже можно заменить. Но я хочу ее изготовить под себя и буду изготавливать из тех минимальных материалов, которые имеются у меня. Мы закрепили с вами все материалы. Клей у нас подхватывается. Я теперь беру. Желательно, конечно, использовать какой-либо вот такой крепкий люрекс, который я вам уже неоднократно, друзья, показывал. Если вы будете его искать в каком-либо оригинале, я вам покажу фирму-производитель. Это не реклама. Вот видите, здесь ее ширина, этой пленки достаточно широкая. Есть разные, начиная от 0,1 миллиметра и заканчивая там 5, 6, 8, 10 миллиметров по ширине. Но мне досталось елочное украшение, которое практически ничем не хуже того материала, который продается в фирменных магазинах. Цена, правда, совсем другая. Промажем немножко клеем. Закрепим буквально одним парочкой оборотов наш люрекс. Подтянем, чтобы край совпадал у нас с началом свинца. И теперь я беру обыкновенное перо, которое продается во всевозможных вот таких вот, я вам покажу в наборах. Дело в том, что у меня вышла такая ситуация, что я приобрел, ну это не антиреклама, но в принципе-то скажу сразу, что иногда вот бородки пера достаточно хорошие, но попадаются старые бородки, которые имеют, ну не совсем такую хорошую, как я называю, лохматость. Вот мне ее даже не надо чистить резиночкой, ластиком. Я сразу беру и также стараюсь подхватить, чтобы край моего пера доходил до свинца. Подхватили. Теперь аккуратно выберем ту точку, из которой у нас уже будет формироваться тело. Вот для меня, я считаю, вот этого изгиба и такой формы будет вполне достаточно. И теперь легкими вот такими стараемся, нить ровнится, как вы видите, у нас ложится достаточно хорошо, без нагромождений. Подхватываем наш материал. Подхватили. Теперь возникает вот такая ситуация, когда нам необходимо с вами подровнять тело. Я обычно, как уже вам показывал, использую, ну вот, распускаю разную нить. Вот она уже, видите, она насколько толще. Я могу спокойненько, чтобы не использовать свою хорошую, допустим, в какой-то степени более нужную нить, я беру для себя, закрепляю вспомогательную эту нить, увожу свою нить там, где она мне нужна в дальнейшем, и беру вспомогательной нитью, начинаю создавать ту форму тела, которая мне, допустим, будет необходима. Как вы видите, значительно толще она, и несколько легче работать, чем с нашей тоненькой вот этой нитью. Если по каким-либо причинам, вот нам она мешает, эта нить, мы ее можем с вами удалить. Чтобы наша нить никуда не убежала вспомогательной, я ее подцепил на наш перодержатель. Здесь выполним пару узелков, и уберем нашу основную нить. Я просто вам показываю разные варианты, не технику, а еще и технологию изготовления нимфы. Как вам удобно, чтобы вы могли распределить материалы, и выбрать правильность закрепления, поочередность их. Теперь мы возьмем, чтобы зря мы не тратили время, и наш клей подсыхал, промажем вот то место, которое мы будем с вами подравнивать. Клеем, и берем уже нашу обратную нить, снимаем с перодержателя, и продолжаем уже формировать тело. Так как мы работаем со всеми другими нитками, или с искусственным шелком, слегка разравниваем пряди, и вот так, как вы видите, у нас достаточно хорошо получается изготовление нашего тела. В принципе, это процесс вам понятен, я закончу, потом продолжим. Мы с вами изготовили тело. Теперь я слегка промазал все клеем. Теперь поставить необходимо в удобное для нас положение крючок, и начать обмотку, виток к витку, нашим пером. Следим за тем, чтобы не было у нас наездов бородок, и стараемся выполнить ровно до середины, там, где наша нитка. Мы уже с вами будем изготавливать там зачатки крыльев, и в то же время будем грудку и чехлик обозначать. Поэтому вот до этого места нам приблизительно будет достаточно. Теперь мы берем, подкрепим перодержателем, зажимом, чем нам будет удобно. Возьмем теперь опять нашу нить. Значит, объясню сразу. Конкретно вот эта нимфа, чтобы не было потом у вас вопросов, она работает по карасю, на тех глубинах, которые я, допустим, облавливаю на пруду. И также эта нимфа достаточно универсальная, работает по плотве, по лещу, по другим, допустим, белым рыбам, которые обитают в нашем регионе. И уже эта проверенная информация достаточно хорошо работает и по хариусу. Поэтому мои друзья-сибиряки пусть пробуют. Уже эта мушка, как говорится, прошла Крым и Рым, и достаточно уже проверенная. Добавим немножечко клея и, как обычно, выберем для себя это уже в большей степени как элемент, который будет у нас украшать, привлекать внимание. Я делаю в начале, перед началом обмотки, один полный оборот у загиба и для себя выберу вот просто тот шаг, который мне, допустим, нравится. Вы выберите для себя сами, чисто эстетически. Здесь уже мы с вами сильно не подпортим ничего, поэтому даже если вы не сильно симметрично выполните, это не страшно. и окончательно закрепим здесь материал, как обычно удаляем. Тело, как я уже говорил, можно изготавливать из разных материалов. Выберите для себя сами. Можно, в принципе-то, я изготавливал и с помощью даббинга, поэтому это не столь существенно. Вот у нас вышло такое тело, как вам будет заметно. теперь, что нам необходимо с вами сделать. Мы должны с вами определиться, из чего будем изготавливать нашу грудку и имитацию лапок. Значит, я для того, чтобы более красивая была нимфа, я взял вот такой вот кусочек пленочки полиэтиленовой. Чтобы мне было в дальнейшем удобно работать, я ее должен закрепить с вот таким вот вырезом. сразу у своего шарика. Желательно проследить за тем, чтобы строго-строго сверху находилась у вас пленка. Я думаю, по поводу полиэтилена у вас вопросов не будет. Если у вас, друзья, я уже неоднократно вам показывал, имеется в наличии всевозможные вот такие наборы от фирмы HENS или, допустим, другой фирмы, это специально пленки, которые для тела. Оставляем. У нас с вами довольно-таки часто остаются вот такие остатки перьев. Я стараюсь не выбрасывать, потому что всегда из них можно что-то придумать и изготовить. Вырез у меня уже здесь он был, я его не изготавливал, поэтому я буду использовать только лишь то, что у меня уже имеется. Весь смысл моей нимфы будет заключаться в следующем. Я сейчас должен просчитать длину моих ножек с расчетом того, что, вернее, зачатка в крылышек, с расчетом того, что мы перегнем пленку и у меня они должны доходить до начала загиба. поэтому я переворачиваю отбираю то количество которое мне допустим необходимо укладываю его строго сверху и буквально парочка тройка оборотов начинаю слегка подтягивать перо так, чтобы у меня мое перо стало строго за шариком. Следим за тем, чтобы никуда ни влево ни вправо оно у нас не ушло. Если будут уходить, можно вот так ноготочком это все подправить. Вот как вы видите, у нас вышла вот такая конструкция с разделенными моими ножками. Их длины я перепроверюсь вполне мне достаточно. И теперь я уже окончательно здесь проматываю закреплю этот материал. Добавим немножко клея. Остатки сразу удаляем. Теперь остается вариант изготовления грудки и имитации лапок. Можно использовать мех, можно использовать опять же взять перо павлина, можно разные всевозможные варианты вы выберете для себя сами. Но у меня имеются вот достаточно такие хорошие наборы вот такого даббинга, которые очень хорошо себя ведут на больших глубинах. очень хорошо. Поэтому я возьму как всегда промажем немножечко клеем нить и мы с вами берем небольшую щепотку вытаскиваем нашего даббинга. Вот буквально такими мелкими порциями стараемся вытащить. Приблизительно вот я думаю мне вот этого количества будет достаточно. Если будет мало друзья мои добавить можно всегда. Теперь я прикладываю к нити и разравниваю свой материал чтобы у меня не было нагромождения. слегка прокручиваю чтобы у меня даббинга закрепился но не отпускаю палец. Делаю первую намотку оборотом и берем теперь прокручиваем не отпуская нить начинаем формировать нашу грудь. Она должна быть по объему значительно толще ну хотя бы так чтобы она выделялась по сравнению с нашим телом. вот как вы видите уже наша грудь достаточно обозначилась и хорошо выделяется теперь мне нам остается только лишь с вами взять перевести нить там где мы будем крепить наш чехлик и что я делаю значит расчетом того что у нас здесь перо и желательно чтобы нитка была ну или черная но никак не моя серая можно или поменять нить или как я обычно делаю возьму сантиметров 10 подкрашу маркером черным если мы вот как видите возьмем с пленкой у нас будет все разъезжаться поэтому желательно сперва разделить закрепить наше перышко так чтобы оно у нас находилось можно если вам неудобно можно закрепить одну половинку потом взять закрепить вторую половинку пера но они должны находиться вот в таком положении строго строго чтобы было это у нас все сверху учитывая то что мы уже не сможем с вами потом как-то подкрасить или в чем-либо изменить цвет нашей пленки я беру теперь уже вот в таком положении как она у меня находится сейчас из внутренней стороны я подкрашиваю маркером черным перо если оно вот как такого оттенка вы видите можно спокойненько нанести пару точек и уже наша перышко не выделяется теперь нам остается с вами аккуратно переломить пленку слегка ее натянуть так чтобы хорошо и ровно огибала нашу грудь и выполнить буквально парочку оборотов больше мы ничего не делаем с вами вот как вы видите вот такой формы будет будет нам вполне достаточно огибает хорошим таким плотненьким шариком сделали пару оборотов и для того чтобы скрыть все вот эти наши с вами злодеяния я опять возьму совсем небольшую щепоточку или можете как допустим вот в разных вариантах я применял перо павлина можно взять перо павлина так чтобы там не были достаточно сильные оборотки и выполнить как вы видите вот здесь опушку то есть вариантов как ее изготовить чтобы она была более симпатичная больше чем достаточно я закрепил перо и выполним в этом месте буквально пару тройку оборотов этого вполне достаточно подхватили наше перо и как всегда я для того чтобы 10 раз не выполнять одну и ту же работу немножечко докрашу мою нить нанесу совсем немножко клея или лак как что у вас будет под руками на нить и в этом месте я выполню буквально пару тройку оборотов вот этого будет достаточно ну если вы сомневаетесь в том что клей будет достаточно хорошо держать можно узловязом также выполнить по нашему перу еще один два оборота скажу сразу этого ну вполне достаточно для того чтобы это никуда у нас не делать и теперь берем с вами удаляем все наши материалы на этом наша с вами работа еще не закончилась теперь что нам с вами необходимо вы видите что допустим вот эта пленочка которую я оставил специально мы ее должны с вами сделать тот вырез который будет соответствовать имитации зачатков крыльев которые имеются у нашей нимфочки я складываю полиэтилен пополам и под углом отрезаю у нас вышел как бы вам показать у нас вышел вот такой вырез если будет видно вышел вот такой вырез на просвет то есть это уже у нас сразу имитация тех наших зачатков крыльев которые у нас есть ну теперь остается только подкрасить нам крылья и немножко начесать ножки на грудке вот друзья мои и все мы связали я так думаю еще одну завершающую нимфу которая будет у вас в коробочке практически ну для всех вариантов которые вы для себя захотите рыбачить это в основном для больших глубин мы уже достаточно с вами изготовили нимф я думаю если все будет благополучно и не будут воровать мои фильмы пройдем дальше по поводу сухих мушек эмеджеров и всех остальных это те которые по моему усмотрению должны быть у нас коробочки и как вы видите вот мы подкрасили с вами то имитацию крыла которую мы изготовили у нас есть спинка грудка зачатки наших крыльев и достаточно уловистая приманка практически для любой рыбы готова к работе пробуйте с другими оттенками с телом желаю вам удачи до скорых встреч